Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Кто имеет право на бесплатный участок земли? Как уточнить площадь земельного участка и приобрести соседнюю брошенную землю? О вопросах землепользования и оформления в собственность говорим сегодня. И в нашей студии начальник отдела управления Росреестра по Самарской области Ольга Шимшур. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте. В этом году с 1 марта, по-моему, изменились в земельном кодексе некоторые правила. И в частности, правила бесплатного предоставления земли. Скажите, на кого они распространяются? Кто сегодня может бесплатно получить участок земли в свою собственность? Действительно, с 1 марта земельный кодекс очень существенно изменен. 171-м федеральным законом, по сути дела, очень большие полномочия. 10-й статьей земельного кодекса отданы субъекту федерации. Но вот эти изменения в земельный кодекс, они вынуждены были, законодатель их вынужден был внести с учетом почти 13-летнего опыта. Во-первых, изменилось количество земельных участков, находящихся в свободном, ну как бы в ничейном владении. И таким образом изменилось некоторое отношение к моментам предоставления его бесплатно. Этих таких земельных участков бесплатно. Следует отметить, что по земельному кодексу бесплатное предоставление земли может быть только лицам, которым был предоставлен по договору земельный участок для развития застроенной территории. Им бесплатно в границах этой территории он может быть предоставлен религиозным организациям, но не только для цели отправления культа, но еще и для благотворительной деятельности. Лицам в связи с различными специальностями, лицам, проживающим в населенных пунктах, в зависимости от специальностей, там медицинские работники, работающие в сфере сельхозпроизводства, дана такая возможность в детальной проработке этой нормы субъектами федерации предоставлять земельные участки и под личные подсобные хозяйства, и для ведения, и для индивидуального жилищного строительства. Конечно, не оставлены вниманием многодетные семьи. У нас такое массовое тут было обеспечение участками. Да, многодетные семьи, то есть семьи, имеющие трех и более детей, и лица, которые построили дома, лицам, которые живут в домах, построенных до 6 марта 1990 года. Это дата введения в действие закона о собственности в СССР. Вот те лица, которые живут в таких домах, зарегистрированы. Не все эти дома оформлены в частную собственность, и оформить их можно только лишь после предоставления земли. Вот кодекс четко указал на эту категорию лиц. Ну а также установлена возможность переоформления после пятилетнего и шестилетнего использования земельных участков, которые раньше предоставлялись безвозмездные срочные пользования и в качестве служебных наделов, и просто лицам по каким-то там договорам с некими государственными организациями. Это вот те, я рассказала про те аспекты, которые отражены в земельном кодексе. Но гораздо в более широком плане предоставления земельных участков, в расширенном уже, так сказать, аспекте, все это отражено в законе 94 ГТ. Это закон Самарской области о земле. Ну, именно. Те лицам, которые предоставляется земельный участок, в зависимости от специальности, кто это. Это молодые лица, которые проживают в городах, в населенных пунктах, городских и сельских поселениях. Закон Самарской области четко разделяет с численностью менее 100 тысяч и более 100 тысяч. В больших городах земли осталось очень мало, и поэтому разные возможности в представлении земли. Так вот, для земельных, для городов с численностью населения тысячу человек и менее, там возможности больше представления. Там могут представляться врачам общей практики, медсестрам общей практики, не тем лицам, которые работают в поликлиниках и в больницах, а тем лицам, медицинским работникам, которые работают в офисах частной практики. Это первое. Второе. Предоставляются также такие земельные участки для ведения ЛПХ, причем вот медработникам и для индивидуального уже личного строительства могут представляться и для ведения личного подсобного хозяйства, сокращенно я его называю ЛПХ, для ведения личного подсобного хозяйства могут предоставляться лицам, работающим по договору с сельхозпроизводителями для развития сельскохозяйственного товаропроизводства. Это могут быть такие договорные отношения с крестьянским фермерским хозяйством и с любой сельскохозяйственной организацией, причем здесь тоже специалисты как высшего сельскохозяйственного образования, так и среднего. Также предоставляется просто молодым семьям до 35 лет, проживающим в сельской местности, с тем, чтобы удержать лиц на селе. Хотя бы одному из супругов должно быть 35 и менее лет. Следует сказать, что не оставлено без внимания также лица, владеющие вот жилыми домами, которые были возведены до 90-го года. Как я сказала уже из земельного кодекса, норма эта перешла. Но для населенных пунктов с численностью проживающих менее 100 тысяч законам Самарской области такая возможность расширена. Не только дома, но и могут быть предоставлены земельные участки под жилыми домами, но могут быть предоставлены земельные участки под сараями и гаражами. Это очень важно для лиц, проживающих в сельской местности. Но, конечно, не оставлены вниманием лица молодые семьи и многодетные семьи, семьи, которые имеют трех и более детей. Но обязательные условия, чтобы они были гражданами Российской Федерации. Там есть другие условия, что им должно быть там не более 18 лет. И, тем не менее, таким лицам земельные участки могут предоставляться для индивидуального жилищного строительства, как уже под занимаемым жилым домом. Также бесплатно могут предоставляться для нового строительства, для индивидуального жилищного строительства. Конечно, не оставлено без внимания ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны. Из федеральной нормы, это уже не из закона субъекта, а из федеральной нормы также предоставляются земельные участки бесплатно героям труда, героям Советского Союза. Но это все в соответствии с федеральным законом о героях Советского Союза. А появились такие категории, которые раньше имели такое право, а сейчас не имеют, в связи тоже с изменениями. Есть такие? Да, есть такая категория. По ранее действовавшему законодательству практически любой земельный участок, расположенный в садовом товариществе, мог быть оформлен бесплатно на основании справки садового товарищества. И дальше подавалось заявление в органы, уполномоченные на представление земельных участков. Сейчас эта норма резко ограничена нашим законом 94 ГД. Для того, чтобы приобрести земельный участок в садовом и огородническом товариществе, и дачном товариществе, именно дачникам, огородникам и садоводам, нужно соблюдение двух условий, а именно садовое товарищество или садовая некоммерческая организация или огородническая некоммерческая организация объединений граждан должно быть зарегистрировано в качестве некоммерческого юридического лица до 1 января 2010 года, либо предыдущая организация была зарегистрирована, но у них должно прослеживаться правоприемство. И вторая обязательная норма. План-схему организации территории этого садового товарищества с границами характерных точек должен был быть представлен в орган, уполномоченный на предоставлении земельных участков, исполнительный орган на территории города Самара. Раньше было на Министерстве имущественных отношений до 1 июля 2014 года. И вот эти лица на основании также справки правления этой некоммерческого объединения граждан могут обратиться в орган, уполномоченный на предоставление земельных участков и получить такой участок бесплатно. Причем вот в федеральном законодательстве право на оформление земельных участков бесплатно в земельном кодексе вот садовыми товариществами, огородными товариществами в общую собственность имеют только вот садовые, огороднические, огородные товарищества или объединения граждан некоммерческие, дачные объединения граждан такого права не имеют. Они могут оформить земельный участок в аренду, либо выкупить его без торгов. Это вот из земельного кодекса нормальный. А как же быть с теми так называемыми брошенными участками, на которые претендуют вот часто? Вот как раз, если это садовый товарищество. Бесплатно уже нельзя. Можно. Если же только это садовый товарищество, вот соблело те две нормы, которые я вам сказала. Оно было зарегистрировано как юрлицо до 1 января 2010 года. И оно представило план, план схему границ территории садового объединения или огородного объединения в орган уполномоченный. И тогда они могут переоформить все бесплатно. Да, вот знаете, еще в последнее время часто слышишь, появилась такая тенденция, что люди хотят отказаться от права собственности на земельный участок. Вот в связи с чем появилась эта тенденция и можно ли это сделать? Если там дом даже стоит. Но люди уже не хотят и отказаться от земли. Ну, связано это, конечно, с нежеланием платить налоги. И ведь собственник, он кроме права владения, пользования, распоряжения землей, несет еще бремя ответственности за эту землю, бремя содержания ее в соответствии с видом разрешенного использования и бремя уплаты налогов. И не всем это нравится. Ну, от свободного земельного участка, не обремененного зданиями, строениями, отказаться можно. Как раз в земельном кодексе, в 52-й статье предусмотрено, что права на землю могут быть прекращены не только с отчуждением земли, но и в случае добровольного отказа. Вот если земельный участок пустой и строениями не обременен, либо строениями не зарегистрированы на праве собственности за гражданином, он может отказаться. Одновременно с этим мы, прекращая его права, заводим право муниципального образования на этот участок. И этот участок поступает в собственность муниципального оборота. И те, естественно, его включают в оборот. В собственность муниципального образования, прошу прощения. И они его отправляют в оборот, предоставляют желающим. Но вот отказаться от земельного участка, на котором же находится здание, гараж, либо какое-то другое зарегистрированное строение нельзя. Потому что по-прежнему одним из основополагающих принципов земельного кодекса остается принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости, который находится также в собственности. Поэтому отказаться можно не только от земли, но вместе в совокупности от земли и от здания. Только в таком случае. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Виталий спрашивает, могу ли я оформить право на земельный участок, если документы оформлены на предыдущего собственника? Да. Эта норма предусмотрена законом 93, законом о дачной амнистии, который расширил. Такого вообще новелла никогда не было в нашем законодательстве. И вызвано это тем, что в советское время существовала норма, земля вся находилась в собственности государства, но под строительство, под застройку земельные участки предоставлялись на праве постоянного бессрочного пользования. Поэтому законодатель связал, что если дом, возведенный на этом земельном участке, находится в собственности иных лиц, достаточно, чтобы права на этот дом за этими лицами были зарегистрированы, и они могут воспользоваться документами прежнего правообладателя для того, чтобы у них возникли права на земельный участок в том же объеме, в каком они были и у прежнего правообладателя. В основном, конечно, законодатель постарался с данной нормой и облегчил право предоставления земельных участков наследникам. Но, тем не менее, эта норма работает и для лиц, приобретших по договорам купли-продажи такие дома, если они имеют возможность через наследников получить в нотариальной конторе вот этот вот как раз оригинал этого договора. И для нас оригинал договора важен для того, для процесса государственной регистрации. Это неукоснительное требование. Закон о государственной регистрации, что все документы представляются в двух экземплярах, подлинненькой копией подлинненько возвращается. Либо, если договор такой был утрачен, только наследники могут получить в нотариальной конторе дубликат такого договора. Вот это как раз очень хорошая норма. Она регулируется пунктом 7 статьи 25.2 закона о государственной регистрации. Норма очень широко расширила. Более того, если вы приобрели дачный участок с домом или раньше продавался дом, человек оформил этот земельный участок под домом, но покупали вы по договору нотариальному только дом, потерял он этот договор или куда-то задевал, сейчас данное лицо может обратиться к нам, если у него права на этот дом зарегистрированы. Мы запрашиваем архив, бывший архив земельного комитета, который находится у нас, и получив оттуда подлинненько этого документа на землю, мы можем зарегистрировать ему переход прав. Ну, причем переход прав как с права постоянного бессрочного пользования, как с права по жизненаследованию владения. Вот это надо связать с той постоянной практикой Росреестра. Это вообще-то вот все это проводится с той практикой Росреестра, которая направлена на постоянное повышение роста, как бы доступности государственных услуг и повышение их качества этих услуг. То есть это все осуществляем мы без самого правообладателя. Понятно. Вот еще часто такая ситуация возникает, если родительский дом, дачный и земля, наследуют братья и сестры, так скажем. И вот как правильно все это разделить по закону? Вот именно, вот если там даже несколько домов, если вот участок относительно большой, там можно поставить там два, даже три строения каких-то. Вот как это все по закону разделить, чтобы не было никаких проблем? Ну, вопрос действительно очень интересный. Самое главное в том, что вот в одном из новых принципов, которые были заложены в реконструкции и послужили основанием для реконструкции земельного кодекса, как раз был принцип четкого использования земли в соответствии с градостроительными регламентами, которые предусмотрены и сейчас разработаны во всех населенных пунктах. Почему? Городостроительный регламент – это те правила, по которым любой собственник, владелец земельного участка должен использовать свой участок, в соответствии с которым. Если градостроительным регламентом предусмотрены какие-то предельные минимальные нормы для земельных участков определенного вида разрешенного использования, действующие в конкретной зоне города, то делить участок можно только в соответствии с этими зонами. Ну, например, в городе, на территории городского округа Самара действуют правила зонирования территории номер 61, а нет, 2001 года. И в этих правилах для зоны Ж1 и Ж2 существует предельно минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для коттеджного строительства. Площадь такого участка 300 метров. И если участок, ну это пусть не садовый, но дачный, на котором разрешалось возведение жилого дома, а если он равняется 6 соткой, на два участка разделить по 300 метров его можно, но на три участка разделить по 200 метров его уже нельзя. То есть вот градостроительный регламент. Таким образом, если там даже дом уже разделен и части дома выделены в натуре, то земельный участок будет оставаться в долевой собственности. То есть любой раздел земельного участка должен осуществляться в соответствии с требованиями и принципами градостроительного регламента. Во всех населенных пунктах области тоже действуют градостроительные регламенты, действуют правила застройки. Поэтому там тоже соблюдены нормы предельных минимальных, максимальных участков для всех видов разрешенного использования. Поэтому здесь только... И если участок уже поделен, то есть потрачены деньги на подготовку межевого плана, пять лет он будет висеть в кадастре как временный, регистрация по нему не пройдет, но потом утратят свою актуальность и его с кадастрой снимут по истечении пяти лет. Вот вы сказали про межевой план. Вообще это когда нужно его составлять? И вообще насколько это дорого? Или есть ситуации, когда можно и без него обойтись? Потому что если каждый раз вот его заказывать и так далее... Ну заказывать его, конечно, нужно не каждый раз. Составленный однозначно. Однажды он уже пригодится. Другое дело, что... Уточнить вот рамки, площадь земельных участков. Сейчас я на этот вопрос отвечу. Начну с цены. Действительно до 1 марта 2015 года законом 94 ГД предусмотрено, был предусмотрен размер средней платы для межевания вот таких земельных участков в статье 18.1. Но, к сожалению, она вот с 1 марта утрачена. Она утратила силу. Осталась только статья 18.2, в которой предусмотрен размер платы за межевание земель сельскохозяйственного назначения. Это 169 рублей за 1 гектар. Ну, для справки я могу сказать, по разным населенным пунктам области эта плата была разная в зависимости от численности населения. Для городов Самары, Сызрани и Тольятти она была в размере 4 088 рублей. Ну, в основном 5-6 тысяч стоил один участок. Ну, кто-то мог найти, конечно, и подороже. Дело все в том, что эти услуги выполняют кадастровый инженер, являющийся частными предпринимателями, и цену устанавливают одни. Но порядок, порядок, он приблизительно вот такой существовал. Теперь остановимся на том вопросе, для каких случаев надо межевать участок. Действительно, подачной амнистией зарегистрировать можно участок шести видов разрешенного использования, как я говорила в прошлой передаче, и без межевания земель. Но продать такую землю очень сложно, потому что очень велик риск, и покупателя найти можно с трудом. Поэтому покупатель, как правильно, требует межевания земельного участка. Но как часто его надо межевать? Наверное, не нужно, замежевав один раз, его не нужно межевать больше. Что я хочу сказать, что предыдущий закон о кадастре и нынешний закон о кадастре, они признавали, весь кадастровый учет признавался юридически действительным. И даже тот, те межевые планы, и не межевые планы, а геодезические планы, геодезические съемки, которые осуществлялись в нашей стране в 90-е годы, в 93-й, 95-й, седьмой год, и которые при регистрации прикреплялись к справке земельного комитета, такой кадастровый учет признается юридически действительным. И мы считаем, что этими документами границы участков были определены. Уточнять такие земельные участки, площадь таких земельных участков, можно только в пределах арифметической погрешности, установленной кадастровым инженером к площади земельного участка. То есть, например, в кадастровом паспорте на одном листочке, но мы знаем, что у нас имеется в архивах справка земкома с топографической съемкой, написано, что участок был площадью 625 метров плюс-минус 18. Вот в пределах 18 метров площадь может быть уточнена, увеличена. В меньшую сторону, конечно, площадь может уменьшаться до бесконечности. Если площади нет, ее взять неоткуда. Если же во всех остальных случаях площадь, в общем-то, уточнению не подлежит. Следует сказать, что в законе о кадастре есть две нормы, являющиеся основаниями для отказа в случае уточнений площадей без законных оснований. Ну, например, пункт 3 статьи 25 говорит о том, что площадь земельного участка может быть изменена, может быть увеличена, но не более чем на 10%, если для такого вида разрешенного использования не установлен минимальный размер земельного участка. Если же минимальный размер земельного участка установлен, то в пределах этого размера можно уточнить, увеличить площадь. Так написано вот в этой статье. Вернее, в статье 25.3 там еще говорится о том, что площадь земельного участка может быть уточнена только в том случае, если границы земельного участка при измерении произошли какие-то, произошла какая-то ошибка. То есть сама была допущена какая-то техническая ошибка в измерениях, либо средствах измерения, либо просто арифметическая ошибка. Вот в этом случае площадь может быть уточнена. Да, к нам следующие вопросы. Вера интересуется. Приватизация дачного земельного участка. Насколько продлена? Она не имела ограничения. Так, можно приватизировать. Второй вопрос от нее же. Мы пользуемся участком 50 лет по наследству. Могу ли я приватизировать этот участок? А там проходит линия газопровода до середины дачи. Ну, я не знаю, газопровод надземный, подземный, мы не знаем. Газопровод всегда ограничен коридором коммуникации. То есть коридором, в котором накладывается определенное ограничение. Допустим, не производить там каких-то огневых работ. Допустим, там не должно быть каких-то блуждающих токов, не располагать какие-то источники электрические. То есть эти технические условия по использованию земли вот именно в связи с коридором, охранной зоной этого газопровода. Поэтому могут они приватизировать или нет. Я не знаю, где он расположен, этот участок. Но в любом случае, если проходит газопровод, то использование этого участка будет ограничено ограничено именно требованием, заложенным к использованию в коридоре коммуникации. Поскольку там метров, это по 10 метров на сторону от самой трубы, по 5 метров на сторону, в зависимости от диаметра газопровода будут разные технические условия и разные требования к правилам. По технике безопасности, эксплуатации. Следующий вопрос от Юрия. Есть ли центр в Самаре, где можно оформить землю и дом и так далее? Ну, как оформить мы, что он понимает под словом оформить, я не знаю. Центр в Самаре, наверное, такой центр. Это вопрос, в общем-то, беспредельность. Я объясню, почему. Предоставляют, что он вкладывает в понятие оформления. Регистрируем документы и право от лица государства. Это мы и служим. Если речь идет... А если в частном он хочет как-то порядки? Да, в частном порядке. Там очень большое количество риэлторов, адвокатов. И у нотариуса он может оформить любую недвижимость. Если он хочет получить какой-то участок бесплатно, то это надо обращаться в орган уполномоченный. Слушать первую часть нашей программы. Еще на прошлой программе вы очень интересно рассказали, как обезопасить себя при покупке недвижимости. Приехать и посмотреть на место. Это я до сих пор помню. А как правильно продать дом? Потому что здесь тоже могут быть проблемы и нюансы. И остаться можно и без участка, и без денег. Но на самом деле при продаже у продавца рисков намного меньше, чем у покупателя. Но тем не менее они могут быть. Основной риск продавца заключается в невыплате денег покупателям. В этом случае рекомендации простые. Никогда не поддавайтесь уговорам покупателя. В случае, если вы предусматриваете рассрочку, что я тебе выплачу такую часть, а потом все отдам. В этом случае нужно обязательно указывать это в договоре, что выплата полной суммы цены по договору производится с рассрочкой платежа. В таком случае дополнительно, кроме государственной регистрации, подается заявление еще и на регистрацию ипотеки. В силу закона, без регистрации договора. И вот как раз и регистрация ипотеки в силу закона, она и служит гарантией продавца получить деньги в полном объеме. В случае, если покупатель ему не выплатит всю сумму, он может забрать, обратить замерный участок. Да, понятно. Следующий вопрос от Тамары Михайловны. У нас дачный участок 5 соток в Красноярском районе. Муж инвалид. С 2006 года пенсионер. Нам сказали, что если до 2004 года он инвалид, то не платите налог, а если после, то платите. Правильно ли это? Вот оплата налогов, это к вам не относится? Это нет, это к налоговой инспекции. И год по налогу я не знаю. Да, ну вот с налогами вы тоже вот с такой тенденцией отказа связаны, вот отказа от права на земельный участок. Еще вот последние новости, что лес, лесные территории передаются сегодня в город. Вот как все это будет дальше разруливаться, если у кого-то там участки сегодня есть? Но это не последние новости. Не последние? В связи с тем, с того момента, как, ну вообще-то, все лесные земли делятся на земли лесного фонда, все лесные участки делятся на земли лесного фонда и на леса, расположенные на землях иных категорий. Вот те лесные участки, которые расположены на территории городского округа Самара, они как раз относятся к городским лесам. На самом деле требований к ним гораздо больше, чем к землям лесного фонда. И распоряжаться ими можно не так свободно даже. Потому что, как правило, это защитные леса, и они нуждаются в еще большем сохранении, охранении. Да, тут свои особенности. И очень тщательном использовании. Поэтому это все регулируется. Понятно. Остался вопрос от Нины. Нина, этот вопрос мы передадим Ольге Евгеньевне. Надеюсь, что вы получите ответ. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали о проблемах землепользования. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!